Требовать погашения задолженности по заработной плате в областное казначейство приехало около 50 горловских шахтостроителей. Остальные 150 человек остались работать в первую смену. Подземный механик Роман Прусов получил зарплату только за апрель. На данный момент мужчине недоплатили 35 тысяч гривен. Шесть месяцев без зарплаты. Детей обещаниями никак не накормишь. Коммунальные услуги на рынке. Инфляция потихонечку идет. С каждым днем это обесценивание идет денег. Шахтостроители работают в одинаковых условиях с шахтерами, но в отличие от последних они не защищены бюджетными статьями, говорит Владимир Скороход. И если задолженность в ближайшее время не погасят, предприятие будет вынуждено прекратить свою работу. Подготавливаем шахтам горизонты, для того, чтобы они лавы успели. Мы же для них готовимся. Стволы углубляем. Это все делается для шахт. Но дотации, которые государство делает в шахтах, у нас их нет. Не смогут люди ехать в шахту в голодном виде. Не сможем купить, поскольку на счетах у нас нет ничего, купить необходимые материалы для работы. Горловские шахтостроители приехали в Донецк с плакатами, символикой и касками. Громкоговорители им не пригодились. Акция проходила тихо. Инициативная группа сразу направилась в казначейство. После получасовых переговоров активисты вышли к людям. Представители казначейства от комментариев отказались. Здесь в казначействе решался вопрос о работах, которые оформлены платежными поручениями, которые реально можно сегодня получить. Вот по этим 2 миллионам замначальника казначейства дал заверение, что к концу недели эти 2 миллиона они закроют. Вчера, кстати, прошел первый транш. 20% от долга они перечислили. Шахтостроители надеются, что казначейство сдержит обещания и до конца недели переведет деньги им на счета. Добиваться выплаты остальных 3,5 миллионов задолженности горловчанам придется в других структурах. Тария Захарова, Виктория Конюка, Панорама.